Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами второй прогноз, карта дня на 11 мая 2023 года. Итак, смотрим с вами. Второй прогноз у нас для представителей всех знаков зодиака, это общий расклад. Давайте с вами посмотрим, что же, что же будет. Значит, 11 мая, общая карта дня. Ну, день достаточно такой, знаете, серьезный, активный. В этот день постарайтесь ни с кем не выясняться, не ссориться, потому что вполне вероятно, что могут быть какие-то серьезные стычки и последствия. То есть постарайтесь держать свои эмоции. Возможно, будут какие-то дороги быстрые, быстрое принятие какого-то решения. Также могут возникнуть препятствия в развитии каких-то событий. Давайте посмотрим, что же будет в позитиве. Рождение, да? Рождение нового человека, новой идеи, нового дела, допустим. Появление кого-то на свет или чего-то на свет. Дальше. Завершение какого-то цикла, завершение какой-то программы. Да, иногда вот эти вот, скажем, преграды, которые мы воспринимаем как преграды, да, то есть они показывают нам то, что все, стоп, да, то есть вот здесь нужно остановиться. Может быть, не следует ломиться в эту дверь, на чем-то настаивать. Может быть, в принципе, уже как бы эту ситуацию нужно отпустить, потому что она себя изжила, то есть уже что-то завершилось. И предстоит начать тогда что-то новое. Здесь нужно подумать об этом. Что в негативе? Ну, в негативе могут быть переживания, тревоги за то, что вы не можете проконтролировать или не можете повлиять на какую-то ситуацию. То есть боязнь того, что человек окажется в ловушке, в заложниках, да. Так, на что следует обратите внимание. Обратите внимание на ваш дом, на ваше эмоциональное состояние, на вашу семью. Но здесь эмоции. Очень важно, чтобы эмоции были все-таки под контролем в этот день, потому что здесь человек может действительно сорваться, что-то лишнее сказать или слишком переживается что-то. Ну, вот такой вот день. Нестабильный, эмоционально нестабильный, я бы сказала. Что в личных взаимоотношениях? В личных взаимоотношениях все хорошо. Стабильность. Стабильность, получение каких-то финансов, решение финансовых вопросов, ценные покупки, приобретения, вклады, решения, связанные с домом, опять же таки. И с тем, что в доме. Что в рабочей сфере? Ну, здесь какие-то могут быть манипуляции. Кто-то пытается вас загнать в какой-то угол. Кто-то пытается вас, знаете, затравить прямо. Вот я так это вижу. То есть есть человек на вашей работе, который все время к вам как-то стучится. Он навязывается, он вас пытается привязать к себе. Или, знаете, как-то на вас повлиять. То есть это человек, который вас каким-то образом или подгоняет, или создает вам не очень хорошие такие ситуации. То, что вы как будто бы, знаете, вот в напряжении находитесь. На самом деле вы должны понимать, что это вас вот таким образом разыгрывает. То есть это кто-то специально манипулирует вами или прилагает какие-то усилия для того, чтобы ухудшить положение ваших дел. Ну же же, вредитель какой-то там есть на той работе. Но я думаю, что в этот день просто вы сможете не то, чтобы... Да, кто-то сможет определить, конечно, кто этот человек такой. А кто-то, если уже знаете, да, что вот, допустим, там, тот или тот вот вами манипулирует или как-то... или пытается воздействовать каким-то образом на вас, вы найдёте выход из сложившейся ситуации. Вы найдёте выход, вы положите тому конец. Но единственное, что, опять же, держите ситуацию под контролем, держите свои эмоции под контролем. Так, есть ли запланирована встреча? Как она пройдёт? Встреча пройдёт хорошо. И смотрите, мы видим двух женщин здесь, между которыми дьявол. Встреча пройдёт, в принципе, неплохо. Но если не привязываться даже к полу, да, мы видим двух людей, между которыми нехорошая карта. То есть вот в любом случае здесь будет кто-то пытаться оказать какое-то влияние. Сейчас, секунду, мне надо подумать. Понимаете, какую картину я вообще вижу? Ну, не факт, что она проиграется у всех вот таким образом, что есть вот два человека, да, мы, опять же, таки не привязываемся к тому, потому что мужчины, мужчины-то или женщины, не суть. Двое. У одного человека складывается, в принципе, всё неплохо. У другого человека в жизни всё не очень-то и хорошо. И вот эти люди, которые встречаются, понимаете, здесь как будто бы может произойти воздействие вот того, которому не очень, на того, которому хорошо. Я не уверена, что здесь может быть как магия какая-то, но то, что, допустим, здесь может быть или сильный сглаз какой-то, или сильная привязка, или, знаете, вот что-то такое, что, скажем так, может поспособствовать переходу негатива от одного человека к другому. Поэтому, если у вас запланирована встреча вот с каким-то таким человеком, на которого вы можете такое подумать, то желательно, конечно, с такими людьми не встречаться по возможности, дистанцироваться. Потому что, ну, негативная энергия. Ну, это один из вариантов. Другой из вариантов здесь, если так посмотреть, то встреча пройдёт как? Встреча пройдёт, в принципе, неплохо. Да, то есть здесь может быть получение каких-то конкретных результатов, здесь может быть достигнуто, да, вот соглашение какое-то, и это будет связано, скорее всего, что с вашим домом. То есть я думаю, что если эта встреча назначена с кем-то, кто относится к вашему дому, то эта встреча будет неплохая. А вот если это посторонний для вас человек, вот тут будьте аккуратны. Вот, да. Итак, можно ли давать деньги в долг? Нет. Можно ли брать деньги в долг? Можно. Можно ли брать деньги в кредит? Нет. Воспользуйтесь советом, воспользуйтесь какими-то знаниями, воспользуйтесь тем, что вам передал некий человек, который либо пользуется уважением у вас, либо, допустим, старше вас по возрасту, то есть человек, которому вы доверяете. Вот этот человек что-то вам или подскажет, или даст, воспользуйтесь этим. Не отказывайтесь. Итак, далее. Послание феи. Дочь. Ответ на интересующий вас вопрос связан с вашей дочерью. Ну, но кого есть дочь, понятное дело, а если дочери нет, допустим, или детей вообще нет, то скорее всего, что важная информация будет связана с кем-то, кому вы очень привязаны. Вот я думаю, таким вот образом. То есть вот какой-то ответ вы можете получить касающийся человека, которому вы привязаны. Ну, вот так. Смотрим дальше. Ну, в общем, день энергетический, конечно, такой. Не могу сказать, что очень радужный. Немножко тяжелый. Овны, карта дня для вас, Овны. Но для Овнов здесь могут быть какие-то ограничения, страхи, переживания, переживания, связанные с вашей дорогой. Вы не понимаете, куда вы идете, куда вам двигаться, что вам делать, как вам быть. Вам кажется, что вас кто-то как преследует, какие-то навязчивые идеи, мысли могут быть у вас в голове. И скорее всего, что это что-то связано с некой женщиной. То есть, некая женщина может оказывать на вас такое влияние. Или вот после разговора с этой дамой, да, у вас может, знаете, как осадочек такой останется. Или же вы переживаете, как уходите от разговора какого-то, а вот эта дама, она все равно как бы требует, ну или какой-то человек требует от вас какого-то ответа, выполнения работы, то есть, вот чтобы точно все было. А вот вы от этого стараетесь уйти. Уйти от какой-то ответственности, возможно. Тельцы, карта дня для вас. Тельцы. Ну, для Тельцов день очень важный, серьезный день определенного какого-то перехода. То есть, здесь идет как период возрождения. Что-то просыпается вас, пробуждается. И вот здесь идет как какой-то определенный у вас рубеж. То есть, вы понимаете, что какие-то свои привычки, симпатии, там, или еще что-то, то, что бы являлось пагубным, да, для вас, необходимо оставить как будто в прошлом. то есть, вы будете настроены на то, чтобы выбрать для себя какой-то более светлый, да, какой-то более правильный путь. Вот дальнейший. То есть, здесь идет как рубеж какой-то для вас в этот день. но я думаю, та дорога, тот путь, который вы для себя выберете, он будет действительно для вас благополучным. То есть, вы примете в этот день какое-то очень важное, правильное решение. Близнецы, карта дня для вас. Для Близнецов день тяжелый. Здесь могут быть тревоги, переживания, не очень хорошее самочувствие. Может быть, предательство какое-то. Притом со стороны, есть какая-то подруга в вашем обществе, я думаю, что это все-таки женщина, которая вас тихо ненавидит. Ну, будем говорить так. Есть некий человек, который пытается под таким хорошим видом, да, с улыбочкой на лице, сделать вам гадость. Не подпускайте человека этого близко к себе. У меня такое впечатление по этим картам, что это человек, вхож к вам в дом. То есть, этот человек не является вашим родственником. Но, это чужой для вас человек. Но, он или она приходит к вам в дом. Что-то, может быть, приносит. И вот этот человек, скорее всего, что в этот день даст о себе знать. Поэтому, вот, будьте внимательны. кого вы к себе пускаете. Раки, карта дня для вас, раки. для рака в день спокойный. Будете о чём-то мечтать, что-то будете думать, фантазировать, планировать. Много спать можете, допустим. отдыхать можете. Вы будете думать о чём-то, что очень хотите себе присвоить. Вот, хотите что-то получить. Будете строить какие-то планы. Вот. Но, в то же самое время, слишком долго не фантазируйте, не планируйте. Потому, что есть другие люди, которые могут заполучить вот то желаемое. Присвоить себе. львы, карта дня для вас, львы. Для львов день хороший. День, когда вы получите какие-то подарки, прибыль, получите деньги, возможности, посылку, допустим, кто-то вам может передать, презент, сделай, да. Счастливый случай. Корзина, корзина. Что-то, может быть, вы найдёте в своей сумке какой-то. Или что-то, или сумку будете покупать, допустим. Или собирать будете чемодан, к примеру. То есть, что-то может быть связано именно с сумками, с чемоданом. Это раз. А второе, здесь действительно получение чего-то хорошего. То есть, что-то к вам благополучно идёт, то, что вас порадует. И у вас скоро открытая дорога выпадает. Девы. Девы. Карта дня для вас, девы. Девы. Хороший день. День силы. То есть, вы будете полны сил. Благоприятный день для каких-то физиопроцедур, допустим. Для занятия своим здоровьем, самочувствием. Также вы можете заниматься домашними животными в этот день. То есть, будете уделять им больше внимания. Да? Ну, вот здесь какие-то тревоги. То, что вас тревожит, вы сможете разобраться с этим, навести в этом порядок, помочь, да? То есть, избавиться от каких-то переживаний сможете в этот день. Весы. Карта дня для вас. Для весов хороший день. Переписка, общение, платежи какие-то могут быть через интернет у вас. Новости будете читать, проект какой-то делать, печатать что-то, сочинять. Но я вам скажу так, что дел может быть много, но они не будут для вас в радость. То есть, какая-то рутина у вас, какая-то рутина. Скучно, может, что-то надо есть. Скорпионы, карта дня для вас, скорпионы. Для скорпионов день такой, тяжелой. Вы как будто пытаетесь пробиться, пытаетесь быть услышанными, увиденными, но вам очень тяжело. На самом деле, на самом деле не переживайте. То есть, скоро вот эти все тяготы, вот эти все трудности, они пройдут. Это закончится. То есть, вот просто нужно немножко подождать. Главное, что после этого периода вы должны дать возможность себе отдохнуть и набраться сил. То есть, здесь должно быть обязательно восстановление. Стрельцы, карта дня для вас. для стрельцов день не очень. Какой-то, во-первых, громкий звук вас может испугать, какая-то неожиданность может быть, прорыв, да, прорыв какой-то может быть, как будто быстрое развитие ситуации, возможно, что-то может быть связано с вашей работой в казенном доме, да, то есть, какие-то могут быть тревоги в казенном доме. Это раз, во-вторых, здесь еще что получается. Очень много переживаний вообще из-за работы, из-за каких-то хлопот, деловых, из-за деловых хлопот. И вот эмоции, да, вы можете быть очень эмоциональны в этот день. Козерожки. Козерожки дорогие, смотрим, карта дня для нас. Для Козерожек день хороший. Получение каких-то подарков, ценных вещей, допустим, получение прибыли, заказов, допустим, что-то с работой связано, да, то есть, здесь могут быть какие-то доплаты за вашу работу, допустим, как премию вам могут повысить, допустим, или доплату сделать, или свыше что-то заплатить, в принципе. Если вы не работаете, то здесь какие-то будут у вас получение чего-то такого хорошего, да, материального, нематериального, вообще за вашу деятельность, за ваши труды. Водолеи карта дня для вас, для водолеев здесь день хороший. Вы пытаетесь ускорить какой-то процесс, спешите очень, но как ни крути, ситуация развивается таким образом, как ей лично надо. То есть, вы, к сожалению, ускорить что-то не сможете заглянуть вперед как-то тоже нет возможности. Ждите, ждите, в скором времени все поменяется, откроется дорога, вы получите желаемый результат, но нужно немножечко подождать. Не подгоняйте. Рыбки, карта дня для вас, рыбки. Для рыбок немножко тупиковая ситуация. Вы не можете понять, что вам делать, за что вам раньше схватиться. Все кипит и все сырое. Вы не знаете, как вам быть. Что-то вы очень сильно хотите, но боитесь сделать какой-то выбор, потому что вам кажется, что если вы сделаете неправильный какой-то шаг, потом последуют какие-то испытания для вас, допустим, вам придется с чем-то разбираться, и путь может быть очень таким трудным. Но давайте посмотрим, рыбки, эти все тревоги от вас уйдут в скором времени, то есть не переживайте. Вы сделаете правильный выбор на самом деле. Я не могу сказать, что он будет легким для вас, и что путь будет легким, но тем не менее, вы все сможете разрешить, вы все сделаете правильно. вот такой расклад. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. До